Трудно сказать. Не этого хотелось, конечно, но не первый турнир, который проходит примерно в этом ключе, поэтому можно сказать, что особым сюрпризом не стало, но это нехорошо. Когда наступил переломный момент? Вы же, в общем, в принципе, до предпоследнего тура могли рассчитывать даже на победу? Нет, обыграя Курану в 13-м туре, в последнем туре многое бы разыгрывалось в моей партии с Анандом, поэтому турнир отличался от предыдущих именно тем, что большая часть поля до самого последнего момента сохраняла, по крайней мере, теоретические шансы на победу, что очень неожиданно. И это как раз входило в часть, скажем, теоретической подготовки к турниру. Мы обсуждали с товарищами. Как раз вопрос о том, что, скорее всего, никому не удастся вырваться далеко вперед, и поэтому важно именно держать, находиться в зоне удара, так скажем. Но все равно для этого нужно партии выигрывать, и у меня был мой шанс в 13-м туре, но в обоюдном цейтноте где-то я допустил неточность, чуть не проиграл, и, в общем, на этом турнире закончился. Как у гроссмейстера вообще успевают за тем, как и соперники играли? Разумеется, но всего 4 партии, это не сложно. И что вы можете сказать об игре Сергея Корекина? Сергей играл очень здорово, заслуженно победил, несомненно, совершенно прыгнул в некотором смысле выше головы в этом турнире. То есть, если масса народа, я думаю, в этом турнире будет говорить о том, что у них было огромное количество упущенных возможностей, Сергей выиграл все партии, которые должен был выиграть по-хорошему. Ну, то есть, там, скажем, во второй партии со мной, там была очень странная партия, в которой сначала он стоял выигран, а потом я стоял выигран, а закончил с ничью. Но в целом он как раз вот по проценту реализации, у него здесь все очень здорово, он показал очень надежную игру, показал игру с очень крепкими нервами. То есть, он проиграл обидную, важнейшую партию Ананду, ближе к финише турнира. Пришел и на следующий день железной рукой выиграл Белыми Утопалова, хотя многие, в общем, после такого поражения от прямого конкурента могли бы расстроиться, что-то могло бы сломаться в игре. Так что его победа совершенно заслужена и как бы удача ему в матче. Мы с вами как-то уже говорили, что шахматы, мировые шахматы здорово помолодели, тенденция сохраняется? Ну, будет только усиливаться, естественно. Хотя по-прежнему можно играть со всей этой, как бы, за поры сливы, как показывает пример, там, скажем, и Вишанатана Ананда, и мой, может быть, в какой-то мере. Но, в принципе, конечно, как и любая другая игра, игра молодеет. А шансы у Сергея выиграть у Магнуса? Ну, я не думаю, что он начинает фаворитом, но думаю, что матч будет очень неясный. Спасибо.